Всем привет, друзья мои! Сегодняшней темой видео будет плетенка, шнуры для троллинга. В последнее время меня довольно-таки часто задают вопрос. Зачитаю один из них. Здравствуйте! Какой шнур с раздумной нагрузкой в килограммах использовать для троллинга? Только не говорите шнур в диаметре. В Южной Корее в рыболовных магазинах в основном на упаковке написано в либрах и килограммах. Также заметил такую вещь. Шнуры разные. Визуально диаметр разный. Но нагрузка в килограммах одинаковая. Не могу из-за этого выбрать шнур. Нужен ваш совет. Итак, друзья мои, я поэтому решил сделать такое видео. Я понял, что, допустим, многим непонятно. Ну и мне на самом деле, если бы я был новенький, тоже не было бы понятно, какой шнур покупать. Но смысл заключается в том, что, допустим, называешь диаметр 0,20, а он при таком диаметре реально разный. То есть, может быть и потоньше, может быть и потолще. И в то же время разрывная нагрузка также разная. Здесь вот человек просто пишет, что по нагрузке они одинаковые. Нет, по нагрузке они тоже все, по разрывной нагрузке они все тоже разные. То есть, разрывная нагрузка для троллинга, ну в среднем, это где-то, ну скажем, от 10 килограмм до, наверное, 14 килограмм. Бывает и выше. Это если что написано на упаковке. Давайте не будем сильно затягивать данное видео. Я постараюсь вам сейчас, ну наглядно показать, какими шнурами пользуюсь я, что написано на этих коробках. Ну и немного что-то в этом как-то разобраться. Итак, друзья мои, реально разрывная нагрузка и диаметр шнуров, они отличаются в зависимости от производителя. Скажем так, у японцев, ну возьмем, допустим, 0,20. Если взять японский шнур, скажем, Дуэль Хардкор или Дайву, там, да, разнообразные другие шнуры, то они будут тоньше при таком диаметре 0,20, чем, скажем, у производителей, скажем, европейских или тех же самых китайских братьев. Хотя, возможно, у китайцев есть и разнообразное тоже какое-то другое видение, там, разноплановое. Но с чем я сталкивался, китайские шнуры и европейские шнуры, они реально, ну, с одним и тем же диаметром толще, чем японские шнуры. В чем же тут загвоздка? Я думаю, что, во-первых, шнур, плетеный шнур, плетенку довольно-таки тяжело, наверное, измерить. Плюс еще ко всему, производители пытаются удивить покупателя и ставят, ну, наобум, может быть, не то, что наобум, но пытаются завысить показатели, чтобы реально привлечь покупателя, чтобы плетенка продавалась больше. Хорошо ли это или плохо? Скорее всего, плохо, потому что на самом деле, ну, ни к чему это. То есть, хотелось бы реально видеть реальную разрывную нагрузку, а если она у вас маленькая, то тогда, ну, ищите тогда как-то другую нитку, да, и делайте свою плетенку из других материалов, скажем так. Вот. Ну, такое есть и такое, я думаю, что будет всегда. И это не только у китайцев, это, кстати, и у европейцев, у японцев. Все равно где-то немного завышено. Возможно, каждый тестирует по-разному, возможно, и завышают, но сейчас не об этом. То, что мы видим, реально везде все разное. И скажу вам такую вещь, что в последнее время, в последнее, ну, не то, что в последнее время, а в последние годы я уже плетенку выбираю не смотря на цифры, а смотрю на, ну, тактильно, визуально, то есть выбираю себе плетенку. И уже только потом, после того, как я, ну, пощупал ее, так, скажем, тактильно, да, если она у меня по толщине устраивает и по качеству, я уже смотрю на разрывную нагрузку и на диаметр. А, ну, и вот еще хотелось бы немножко отличнее сказать, что, в принципе, приблизительно, если разговаривать, что приблизительно, то есть если я в килограммах уже сказал, да, разрывная нагрузка это где-то от 10, там, до 13, до 14 килограмм в среднем. При троллинге я использую такие плетенки, попадаются мне под руку, а бывает и выше. А по диаметру, если взять по диаметру, кто берет по диаметру, это может быть плетенка от 0,18, даже порой от 0,16 и до 0,23, наверное. Больше уже, ну, я не вижу смысла. Можно, наверное, в принципе, брать и толще плетенку для троллинга, если мы, допустим, ловим в коряжнике, при использовании приманки, у которой тройники, скажем, не такие мощные, чтобы они разгибались, то есть смысл в том, чтобы плетенка выдерживала зацеп. То есть мы пытаемся выдернуть свою приманку, плетенка держит, а крючки разгинаются. Рыбу при таких тройниках потерять, ну, тоже возможно, но, в принципе, если грамотно использовать, скажем, фрикцион, свои умения удилищем отрабатывать, выкачивая рыбу, то, в принципе, такого плана тройники, скажем, не сильно мощные, они, ну, скажем, не должны разогнуться. А если даже и разогнуться, то не так быстро. Хорошие, мощные тройники, они, наверное, даже больше нужны для вываживания сама, когда мы боремся с самым довольно-таки долго. А если мы ловим судака или щуку, скажем, в коряжнике, то можно использовать, в принципе, тройники не такие мощные, даже, наверное, нужно использовать тройники не такие мощные, чтобы, я говорю, в случае зацепа, потому что мы ловим в коряжнике, спасти наш воблер. Вот при таких случаях можно использовать более толстую плетенку, скажем, 0,25, там, или, может быть, даже выше. Но надо помнить, что чем толще шнур, тем заглубление воблера меньше. То есть, если мы ловим в коряжнике на небольшой глубине, то нам, по сути, пофиг, какую плетенку мы используем, какой толщины. Вот. Чем толще, наверное, даже тем лучше. Но если мы используем, ну, если мы ловим хищника, скажем, на глубинах, там, 8-10 метров, то здесь уже, друзья мои, надо подумать, стоит ли использовать толстую плетенку, чтобы, допустим, сможем ли мы с той толстой плетенкой загнать воблер на нужную глубину. Даже если мы ловим в коряжнике, то здесь на такой глубине бывают коряжники, если даже мы там ловим, то, скорее всего, нам все равно придется использовать более тонкую плетенку, чтобы загнать воблер на такую большую глубину. Итак, давайте посмотрим поближе те шнуры, которые я использую в последнее время, потому что, конечно, за мою практику я использовал разные шнуры, в то же время и Power Pro, и Spider-паучка, да, вот. Но я перешел на более, наверное, ну, бюджетные, скажем так, плетенки, или, наверное, не то, что бюджетные, ну, на другой сегмент плетней я перешел, которые и стоят подешевле, и, в принципе, качество, ну, я бы не сказал, что они хуже. Я вам сейчас покажу и совсем бюджетные плетенки, которые, ну, имеют какие-то свои недостатки, бывает такое, вот, и, ну, скажем, премиум сегмент, это японцы, немцы, с которыми я в последнее время работаю. Также, друзья мои, отвечу еще на вопрос, какую плетенку брать, четырехжильную, восьмижильную, или, там, двенадцатижильную, или какую-то там, трехжильную. По сути, без разницы. Для троллинга нам без разницы, какую плетенку использовать, но надо помнить, надо помнить, что более круглая плетенка, она способна заглубить наш воблер не намного, но глубже. Поэтому более округлые плетенки, скажем, восьмижильные, там, или более круглые, сейчас уже современные есть, они, как правило, дороже стоят, но данные плетенки заглубляют нашу приманку, скажем, на метр, на полтора метра сто процентов глубже. Также восьмижильной плетенкой, или плетенками, скажем так, более круглыми, более, менее угловатыми, скажем так, приятнее работать, они меньше шумят по кольцам. А так, в принципе, друзья мои, более округлые плетенки, менее угловатые, скажем так, в основном используют при кастинге, при бросковой ловле, чтобы приманка летела, ну, скажем, подальше. Также, друзья мои, надо еще помнить, что восьмижильная плетенка при своих каких-то вот хороших характеристиках, скажем так, не шумит по кольцам, заглубляет воблер поглубже, но она склонна больше к истираемости, к порезам. Нитки у ней более тонкие и больше, чем, скажем, здесь четырехжильная четыре жилы, да, восьмижильная это восемь жил и тому подобное. Так вот, скажем, у восьмижильной сами нитки, они тоньше, чем, скажем, у четырехжильной плетенки. Если у четырехжильной плетенки четыре жилы, они такие более, скажем, да, ну, толстые, назовем так, да, более массивные, то у восьмижильной плетенки их восемь жил, и они более тонкие. Вот, и поэтому надо понимать, что если мы, грубо там, ловим в каких-то жестких, экстремальных условиях, то лучше, конечно, использовать плетенку четырехжильную. В принципе, это касается и бросковой ловли. Бог с ним, с комфортом, но, по крайней мере, плетенка менее повреждается. Еще один момент, о котором, наверное, стоит сказать, нужно сказать. Многие рыбаки, новички, я смотрю, покупают 100-метровую плетенку для троллинга, 135 и даже максимум 150. И на большие, скажем, размотки они не смотрят. Так вот, я, наоборот, смотрю на плетенку, которую мне нужно купить, это от 200 метров. То есть, при троллинге я использую размотку не менее 200 метров. То есть, 200, 250, 270, 275 метров. Вот, почему? Во-первых, троллинг – это изначально распуск плетенки на довольно-таки дальние дистанции. Во-вторых, при троллинге очень много вероятности зацепов, то есть, обрывов. То есть, если у нас 100 метров, мы один раз, два раза зацепили и можем ехать домой, наматывать новую плетенку. Нам не хватит шнура на остатки, скажем, в размотке 50 метров. То есть, дорожки бывают от 30, там, от 20, бывают и от 15 метров. Но, как правило, в среднем 30-50 метров – это средний распуск дорожки. И максимально, куда я, допустим, отправлял в обер – это где-то 80-85 метров. До 100 метров, конечно, у меня, может быть, изредь когда-то и доходило такое, но, как правило, там 80 метров – это дальний отпуск. Зачем же я отпускаю так далеко, опять же, тоже эту тему немножко затрону. Но говорил уже неоднократно, неоднократно говорил об этом. И все-таки в этом видео скажу, коли это касается плетенки, да. Я так понял, что, потому что у плетенки я тоже говорил в целом где-то вот в своих видосах. Но я понимаю, что многие смотрят или на перемотки, или невнимательно. И еще что-то, короткое видео будет полезно. Вот это, думаю, многим. Итак, почему же я отпускаю в обер на разные дистанции? Нет у меня, грубо такого, там, 30 метров и все. То есть, где-то я покороче отпущу его, где-то я его отпущу далековато, скажем так, там, 50, 70, 80 метров. Так вот, друзья мои, чем отпускаю я воблер дальше от лодки, скажем, метров на 80, тем игра у приманки более плавная. То есть, она не такая интенсивная, но это физика. Чем я воблер подтягиваю ближе к лодке, ну, скажем, отпускаю я его, скажем, на 20 метров, тем игра у воблера более интенсивная, более агрессивная. И таким образом я подбираю, скажем, игру приманки под определенные условия, под определенные предпочтения хищника. То есть, если хищник более пассивный, по какой-то причине он шуганный, скажем так, он от сильной вибрации, от сильной игры воблера, он шугается, скажем так, ну, тот же самый судак, то при дальнем отпуске приманка играет менее интенсивно, более плавно и способствует каким-то дополнительным поклевкам. То есть, это, я считаю, что при каком-то пассивном клеве. Вот, отпускаем довольно-таки далеко. Вот, поэтому плетенку я использую в размотке от 200 метров. Второй еще показатель, почему я использую такие большие размотки, и, кстати, не только при троллинге и при ловле на джик, это потому, что не нужно использовать бэкинг, не нужно использовать подмотку под шнур, да. То есть, мы наматываем столько, сколько нам нужно, остаток, он уйдет или на поводки, или куда-то еще, или просто мы его выкинем. Ну, жертвы такие. Но зато мы не используем бэкинг. То есть, нужно нам заменить плетню, мы старую смотали, взяли в размотке, скажем там, 250 метров, 270 метров, 200 метров, и намотали, ну, как говорится, по каемочку, то есть, так, как нам нужно. Это очень, для меня это очень удобно. Да, есть какие-то вот определенные, ну, скажем, жертвы, где остаются излишки, но мне лично так удобнее. По поводу диаметра плетни, да, по поводу диаметра плетни, если сказать, то плетенка реально может быть разной. У каждого производителя по какой-то причине своя толщина, свой диаметр. То есть, 0,20 может быть абсолютно разной, а может совпадать. Вот, допустим, дайвовская плетня диаметром 0,21, она, ну, по крайней мере, тактильно, приблизительно такая же, как германовская, более бюджетная плетня диаметром 0,20. Или, допустим, как еще одна, скажем, тоже недорогая плетня от компании Climax. Это вот три разных производителя, но диаметр у них более-менее одинаковый. А если взять, скажем, японскую плетню от компании Hardcore, то здесь уже при диаметре 0,24, 0,24, то, что мы видим, да, она тоньше, чем, скажем, эти 0,20, 0,21 плетенки. Поэтому, вот скажешь, допустим, 0,20, человек возьмет дуэль 0,20, да, она будет реально тоньше. И в обе разглубляться будет по-разному, и показатели будут совсем другие. Поэтому диаметр плетенки, он реально разнится. По какой-то причине, я не знаю. Также, друзья мои, разнится и разрывная нагрузка. Опять же, вернемся вот к этим плетенкам, у которых приблизительно диаметр одинаковый. Допустим, у компании Climax пишут 14,8 килограмм. Компания German пишет 16,5 килограмм. Дайвовская плетня 12,4 килограмма. Поэтому, опять же, советовать по нагрузке очень довольно-таки тяжело. А возьмем, допустим, плетенку 0,24 от компании Hardcore, то здесь пишут разрывную нагрузку 13 килограмм. 0,24. А если мы возьмем диаметр 0,19, 0,19, и причем 8-жильный. У меня, к сожалению, нет 4-жильной плетенки в пример, но 8-жильная плетенка, да, пишут, что здесь разрывная нагрузка при диаметре 0,19, 12 килограмм. То есть, она, по сути, подходит как раз при диаметре 0,19, подходит под вот этот, скажем, наш комплект, да. Ну, это 8-жильная плетенка. А если взять 8-жильную плетенку, скажем, от компании Climax и в диаметре, ну, скажем, 0,16, потому что в диаметре 0,16 она приблизительно такая же, как, скажем, ну, как, скажем, та же самая Dive, или как вот германовская плетня 0,20, да, а диаметр 0,16. Это 8-жильная плетня премиум-класса от немецкой компании Climax. Она, по сути, ну, можно сказать, идеально круглая, но она толстая. Вот, поэтому, как вот можно рекомендовать? Если взять такую 0,20, то это будет канат, да, чтобы вы понимали. Поэтому, используя, вот видите, я уже использовал, намотал ее на колд вактор, аккумулскую катушку. Вот, кстати, я ее и протестировал для себя. Вот, реальный тест, это 8,3 килограмма. Опять же, это, ну, я протестировал вот на коротке, правильный это или нет, я не знаю. То есть, у Германа тоже разрывная нагрузка завышена, у Dive тоже завышена, у Hardcore тоже завышена. У всех, в принципе, завышено. Или мы меряем дома это все дело как-то неправильно. Вот, поэтому рекомендовать, когда человек спрашивает, порекомендуйте какую-то плетню, вот, не в диаметре, а в килограммах, не в килограммах, а в диаметре, это, я думаю, как-то невозможно. Я могу рекомендовать, наверное, то, что сам использовал и конкретно называем диаметры и разрывную нагрузку той плетни, которой пользуюсь я. Вот, допустим, бюджетная плетенка от компании Герман мне очень нравится в диаметре 0,20. Причем это четырехжильная плетня и вполне меня устраивает. Бывает брачок небольшой, то есть, какой брачок? То есть, где-то там бывают какие-то такие, знаете, вот, ну, скажем, какие-то узелки, не узелки, непонятно что. Вот, мы говорим, ровный, 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 а там где-нибудь там может быть узелок. Но я сталкивался с этим крайне редко. То есть, опять же, надо понимать, вы берете плетенку премиум-класса или бюджетную? Поэтому, я говорю, всему есть своя цена. Среди бюджетных плетенок данная плетенка меня вполне устраивает. И я ей ловлю. Если взять премиум-плетенку, там, допустим, да, там, да, его там, ну, уже более дорогую, скажем, может быть, не совсем это и премиум-плетенки, или, допустим, тот же самый хардкор, то здесь, ну, я лично пока не сталкивался с такой проблемой. Хотя, ну, скажем, в комментариях иногда сталкиваюсь с такими комментариями, что люди пишут, что бывают и здесь, как говорится, тоже вот такие вот какие-то узелки, там, какие-то проблемы. Не конкретно в этой, вообще как бы у премиум-плетни. Вот, поэтому могу дать совет именно по той плетни, которой пользуюсь я. Раньше пользовался я плетенкой Power Pro, или плетенкой Spider. Там другие показатели. Одно время пользовался плетенкой Aqua. Там вообще, грубо, там тоже, там, если взять диаметр 0,20, то есть мне память изменяет, там будет канат. Вот. Поэтому от компании Aqua надо брать плетенку, там, по-моему, меньше диаметра. Я давно уже и не пользовался. Сейчас не могу прям точный пример привести. Но в голове засел именно тот момент, что плетенка довольно-таки нормальная, бюджетная, нормальная плетня, но надо понимать, какой диаметр надо брать. Поэтому я, приходя в магазин, я всегда раз, то есть приблизительно знаю, каким диаметром пользуюсь я. То есть вот я раз ее беру, и мне даже, ну, грубо, в голове сразу, ага, это где-то там 0,20, 0,18, 0,19. То есть она для троллинга мне подходит. То есть вот и все. А потом уже смотрю, а здесь, короче, написано 0,24. Ну, она тонкая, меня устраивает. Поэтому я ее возьму себе. Вот такой, наверное, друзья мои, ответ на, ну, скажем, по сути, многочисленные вопросы и в личку, и под видео. Можете сами их почитать. Тут буквально вот человек, вот то, что я зачитал вопрос, он писал буквально недавно, там, под определенным видео. Вот. Трудно, да, как-то посоветовать и сказать, допустим, бери 0,20. Ошибочно будет. Бери с разрывной нагрузкой, там, скажем, 12 килограмм. Неправильно. Потому что, допустим, вот на Дайве написано 10 килограмм, да, там разрывная нагрузка. На Германе написано при 0,20 16 килограмм нагрузки. Вот. вот как тут советовать. Приблизительно, приблизительно разрывная нагрузка на коробке, ну, на упаковочной коробке производителя где-то должна быть, наверное, ну, скажем, не меньше 10 килограмм. Если по правде, то она где-то должна быть в районе 8-10 килограмм. Но, возможно, производитель укажет и, скажем, более высокий диаметр. Скажем, вот, опять же, от компании Climax плетня, опять же, это восьмижильная на ощупь. Здесь я не вижу, это восьмижильная или нет. А, восьмижильная написано. Вот, сразу на ощупь чувствую, что восьмижильная. Так она вот при диаметре 0,18 она довольно-таки толстая. По сравнению, скажем, с другими плетнями, кстати, сейчас сравним с японской плетней и 100% я буду уверен, что это будет толще, чем японская. Сейчас вот еще не сравнил. Так вот, здесь при 0,18 указана нагрузка 18 с лишним килограмм. Я ее не тестировал, не знаю. Но у себя в голове приблизительно ставлю оценку ей там, не знаю, пусть будет там 10 килограмм, пусть будет 12 килограмм, но я знаю точно, что она где-то вот, хотя такой толщины, возможно, она и держит. То есть, она 0,18 заявлена, но здесь вот она тактильная, она далеко не 0,18. Это здесь все 0,23, наверное. Вот. А вот берем восьмижильную плетенку от компании Hardcore это плетенка 0,19. Так вот, эта плетенка 0,19 в два раза тоньше, в два раза тоньше, чем вот эта плетенка компании Climax. А разрывная нагрузка заявлена 12 килограмм. Поэтому, друзья мои, только по рекомендации, наверное, по личному опыту, по вот какой-то своей тактильности мы выбираем плетенку. Ну, по крайней мере, я выбираю. Или мы пользуемся каким-то одним производителем и уже знаем, допустим, что вот раньше я ловил на Power Pro диаметром, по-моему, 0,23. Вот. Почему перестал ловить на, кстати, на Power Pro? Очень много подделок. Я их, как бы, уже тоже, ну, беглым взглядом могу не определить. Подделки стали хорошего качества. поддельная плетня Power Pro держит в разы меньше, чем оригинальная. И, ну, качеством она ужасная, скажем так просто. То есть, поддельная плетенка Power Pro ужасного качества. И поэтому многие, допустим, когда мне писали ранее, раньше говорили, допустим, Илья, ты пользуешься хламом, туда-сюда. Нет, я пользовался оригинальной плетенкой Power Pro и меня качество вполне устраивало. Кто ловил на оригинальной плетенке Power Pro, тот тоже скажет. Но она стала стоить оригинальной плетенкой немало денег. Поэтому тот же самый, допустим, четырехжильный Hardcore в размотке 200 метров стоит дешевле, чем американская Power Pro. А это японская. Или, допустим, можно взять, я говорю, более бюджетный, у кого денег нету. опять же, у нас свой страх и риск. Но, я говорю, в принципе, нареканий у меня пока не было. Если были какие-то нарекания, то совсем как бы разовые. Вот это вот плетенка от компании Германа. В диаметре 0,20 или 0,18. Вот. Я вот использую такие. Дайвовская плетня довольно-таки неплохая, хорошая, но у них, я что-то вот не сталкивался с мультикалором. То есть, есть у меня вот темно-зеленая, ей неудобно использовать, ее неудобно использовать, данный цвет неудобно использовать при троллинге, потому что, если это не мультикалор, то я рекомендую взять желтого цвета плетенку, чтобы, допустим, можно было черным маркером поставить метки. То есть, я обычно на берегу разматываю 30 метров, раз маркером такую полосочку, грубо так, со всех сторон нарисовал, потом 50 метров, опять же, раз начертил полосочку маркером. Вот. Ну, в принципе, достаточно. То есть, ты понимаешь, допустим, если у тебя нет счетчика, то ты по этим меточкам и работаешь. Но если происходит обрыв, то здесь уже проблематично. Здесь приходится уже меточки другие рисовать и тому подобное. И это уже происходит какая-то путаница. Поэтому, конечно, удобнее использовать мультикалоры. То есть, да, вот как у меня на сегодняшний момент представлено, ну, два вида. Это от Hardcore, Дуэль Hardcore, по-моему, да, или просто Hardcore. Ну, короче, вот это Hardcore-овская плетня, которую я на выставке, кстати, тоже делал обзор. Посмотрите, кто не смотрел. там продавцы профессионально об этом не рассказывали. То есть, плетенка реально классная. Или, допустим, вот бюджетная германовская плетня, которая уже, ну, не один год мной тестирована. Да, есть какие-то, я говорю, там, небольшие нарекания, намотка туда-сюда, бобина здоровая, вот это. Ну, это все, как бы, скажем, на рыбалку не влияет. Вот. Все, друзья мои, я даже больше не знаю, что вам сказать, на какие вопросы ответить, вроде бы ответил на все вопросы, что касаемо плетенки. Повторюсь, производителей много разных. Здесь не конкретно реклама какого-то производителя, Герман, Дайва, там, не знаю, Хардкор, Николайм, и так далее. Просто данные плетенки попали ко мне в руку, я их протестировал, тестировал другие плетенки, и ловил на многие другие плетенки, повторюсь, и ловил на кайдовские. У кайдовской есть, раньше, по крайней мере, был недостаток, она рвалась просто, знаете, допустим, 50 метров она раз оборвалась. То есть, вот как-то так. С чем это связано? Бросал, допустим, воблеры, были отстрелы. Поэтому, ну, я лично ушел от кайдовской плетни. Возможно, сейчас что-то у них и другое появилось, я наговаривать никак не могу. Вот, может быть, мне попалась такая, но я ушел. Ловил на палковскую плетню. я говорю, как бы, вот там тоже, кстати, узелки были такие же, как вот и у Герман. Ну, потому что, наверное, бюджетная плетня. Надо понимать, за что мы платим, какие деньги мы платим. Это то же самое, что касаемо спиннингов. Мы берем там спиннинг за 1000 рублей, за 2000 рублей, или, допустим, за 5-10 тысяч рублей. То есть, я думаю, что за 5-10 тысяч рублей спиннинг в разы будет лучше, и он по-любому в разы понравится больше рыбаку, чем, допустим, палка за 1000, за 2000 рублей. Просто момент сравнения. Было бы с чем сравнить. Вот. Поэтому, как-то так. Напишите под видео в комментарии, какой плетенкой пользуетесь вы, почему пользуетесь вы, можно какой-то развернутый комментарий дать. Я говорю, повторюсь, паучком пользовался спайдером, да, тоже плетенка меня очень устраивала. Не помню, по какой причине я перестал пользоваться. Наверное, из-за цены. Наверное, из-за цены. Вот. Как я попал на бюджетные плетенки, да так же, как и на бюджетные воберы. Никогда я, ну, не пользовался небюджетными плетенками ранее, ну, скажем, там, там, 5 лет назад. Вот. Первый раз, по-моему, в каком-то там, в 16-14-м году, в 15-м году я начал пробовать какие-то бюджетные вещи. Это по просьбе подписчиков. То есть, люди начали спрашивать какие-то бюджетные приманки, бюджетные плетенки, бюджетные спиннинги. Поэтому я стал показывать какие-то, тестировать, экспериментировать с бюджетными какими-то вот такими вещами, скажем так. Вот. Какие-то бюджетные вещи мне понравились, я их использую. Какие-то бюджетные вещи мне не понравились, я их не использую и вряд ли к ним вернусь. Хотя, возможно, производитель и подтянет свое качество, и на них стоит обратить внимание. Поэтому здесь говорить и рассказывать, как говорится, сидя у костра, можно долго, нудно и наоборот весело. Надеюсь, я ответил на какие-то вопросы по поводу плетенки, почему я использую определенные плетенки. Определенного диаметра, определенной размотки. Как-то так. Всем рыбацкой и жизненной удачи, друзья мои. Ловите больше, отпускайте чаще. Ну и небольшой итог. Диаметр плетни должен быть где-то 0,18-0,20. Если ловим в корягах и с слабыми тройниками, то можно использовать 0,23-0,25. Где-то вот такого плана плетенку. Но надо помнить, чем толще плетня, тем заглубление воблера меньше. Поэтому с толстой плетней на большой глубине у нас не получится ловить. Далее, друзья мои. Разрывная нагрузка. Разрывная нагрузка в среднем, то, что пишет производитель, любой производитель, должна быть где-то от 10-12-14 кг до 18 кг. Не более. Метраж плетни. Метраж плетни мы используем при троллинге не менее 200 метров. 200, 250, 275 метров. Так удобнее. По поводу четырехжильной или восьмижильной плетенки. По барабану. Использовать можно любую. Но надо помнить, что восьмижильная плетенка более подвержена, скажем, порезам. Но в то же время с восьмижильной плетенкой, с более круговой плетенкой, наш воблер уйдет чуть глубже, скажем так. Цвет плетни. Если мы по какой-то причине не смогли купить мультиколор, рекомендую купить более яркую плетню. То есть, или желтую, или розовую, какую-то красную. На том цвете, где можно поставить метки черным маркером. Это для того, чтобы, допустим, отметить 30 метров и 50 метров. По поводу производителя. Производитель может быть любой. Главное, чтобы плетенка была качественной.